Рейтинг долгостроев открывает гостиничный комплекс у моста «Миллениум». Восемь недостроенных зданий принадлежали гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину. Строительство элитных гостиниц с видом на Казанку началось в 2012 году. Предполагалось, что в мини-отелях будут отдыхать вип-гости города. Достроить гостиницу планировали сначала к универсиаде 2013, затем к чемпионату мира по футболу 2018. Но на конец 2022 года подвижек в строительстве так и не произошло. Объекты перешли к зятю Зиганшина Тимуру Зайнудинову и находятся в собственности ООО «Кварт». Но ни «Кварт», ни ПСО «Казань» разрешение на строительство гостиничного комплекса не получали. По генплану 2040 это место относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. А узкая прибрежная полоса является зоной озелененных территорий общего пользования. На втором месте в рейтинге долгостроя здание речпорта на Девятаево. Оно было построено в 1962 году. Это было первое здание-аквариум в городе, а его силуэт напоминал дебаркадер. К тысячелетия Казани судоходная компания «Татфлот» решила реконструировать объект. Правительство Татарстана выделило на эти цели кредит в 30 миллионов рублей. Проект подготовил Казанский Гипронии Авиапром. У первого здания появилось два новых этажа – зеркальное остекление и керамогранитный фасад. Но затем работа встала, а стройплощадку закрыли из-за нехватки средств. Второй подход к объекту «Татфлот» сделал в редверии универсиады 2013. К этой дате там решили разместить отель. Но снова не получилось, и на сегодня здание закрыто. До недавнего времени «Татфлот» являлся вотчиной Зиганшина. Ему через аффилированную компанию принадлежало 75% речного перевозчика. Остальные 25% контролировало Минземоимущество Татарстана. По состоянию на 2022 год 100% «Татфлота» принадлежит республике. Третью позицию нашего рейтинга занял долгострой на Толстого. В 2005 году на Толстого-3 планировали построить новую поликлинику. Но сегодня это высокая заброшка из почерневшего от времени кирпича. С 2016 года здание принадлежит строительной компании «Грань». Владеет компанией «Король госзаказа» Леонид Анисимов. Достраивать поликлинику не собираются. Компания превратит долгострой в жилой дом. Но для этого фирме предстоит получить согласование и разрешение на строительство. Четвертое место в рейтинге занимает «Стекляшка» за зданием правительства Республики Татарстан. Несмотря на внешнюю красоту, объект не эксплуатируется. Разрешение на строительство в 2011 году выдавал устроит «Трансгазсервис». Его очередителем является Александр Пелишкин. Он же основной акционер Татнефтепроводстрой. Эта организация известна как генподрядчик стройки мусорожигательного завода за 28 миллиардов рублей. Изначально на Тельмана планировалось 13-этажное административное здание, но теперь там 9 этажей. Оказалось, что здание по высоте превышало дом правительства и не вписывалось в архитектурный облик. На закрытых дверях здания пломбы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Замыкает рейтинг долгострой рядом с набережной озера Кабан. Застройщик «Армавилес-М» получил разрешение на строительство в 2007 году. Но уже в 2009-м работы остановились. А спустя 3 года компания полностью прекратила деятельность. Учредителем «Армавилес-М» была Гульнара Абушахманова. Сегодня она гендиректор «Тренд-Радио». В прошлом им управлял экс-директор телекомпании «Татарстан-24» Татьяна Абушахманова. Это жена бизнесмена Романа Абушахманова и дочь экс-гендиректора канала «СТС «Казань». Семья Абушахмановых и сегодня связана с компаниями в сфере СМИ и недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова